Наша элита, а именно дворянское сословие, и сегодня партийная номенклатура в 1991 году, она просто отказывалась быть частью народа. Она обособлялась от народа и становилась и слуг народа, которые должны служить народу. Есть государство отец, есть слуги народа, которые управляют, делают. Они решили превратиться в особую касту новых русских, в хозяев народа, во владельцев всего. Они променяли свой номенклатурный статус на собственность. Им доверили управлять заводом, они сказали, а мы теперь будем им владеть, зачем нам управлять. Они присвоили эти права, они совершили преступления по отношению к народу. Совершенно четкая и понятная ситуация. Мы, конечно, можем разобрать и должны разобрать. Мы не можем пойти дальше в понимании суверенитета, если мы не разберем отношения к Октябрьской революции, к февралю, к тем событиям, которые были у нас в истории, к тем событиям, которые прошли в 1991-1993 году, потому что мы не выберемся из вот этой исторической ловушки, в которой мы сегодня находимся. Когда люди будут представлять интересы чуждые за свои собственные и тем самым, в общем-то, разрушать собственный дом. У нас же так и произошло. То есть была фабрика, люди работали, производили необходимые блага и решили, что надо эту фабрику сжечь, уничтожить и распродать, потому что кто-то их будет кормить, потому что на Западе товары лучше.